всем привет это юти шоу каждый понедельник 19.30 я анатолий раченко и в гостях у меня собираются замечательные трейдеры сегодня пришла ирина булыгина лучший девушка трейдер по мнению анатолий раченко фондовом рынке спасибо но я на самом деле так много девушек знаю и за свою так сказать уже не короткую карьеру трейдера у нас попадались девушки трейдеры в компанию и предыдущей компании где работал но что-то из них ничего не получалось обычно девушки попадали начали встречаться с кем-то из трейдеров и потом они уходили из трейдинга я извиняюсь только до уходили в декрет не ну не в декрет просто как-то они уходили там друг на другое занятие вот скажи как так вот ты когда начала вообще торговать 2011 года 2011 года совсем не тайм на придумать такое сейчас на дворе 2012 года уже 2015 года ты уже так сказать строю находишься в обойме да и как вот соответственно столь прекрасному созданию пришло в голову попасть на фондовый рынок давно это было сейчас можно сказать подымать его вспоминания работала я когда наемная и был у меня свой бизнес с две работы совмещала настолько меня достал человеческий фактор что мне захотелось уйти в ту деятельность где все будет зависеть только от меня меня в подчинении на тот момент было больше более 50 женщин девушек а чё чё центр что нет это была сеть одежда сеть магазинов одежда ничего себя чё за фирма расскажешь но это на украине это местная сеть трикотаж продажа женской одежды но вот и настолько я уже устала от этих папка да да то ли мне хотелось идти в работу где будет зависит только от меня я слушала случайно слова трейдинг на улице просто когда шла рядом с метро там трейдинг о знакомых а чё знакомые ну как вообще вот это самое же интересное как вот и рассказываю слышала это в пятницу я все выходные просидела в интернете стало что такое трейдинг что такое биржа как торгуют так оказывается можно торговать через интернет для меня это было вообще удивление вот это с меня зацепила меня зацепила очень серьезные сильно а где-то взяла первую информацию вообще откуда ты взяла вот значит первые вот инертность чтобы пойти открыть счет как бы как вообще-то все происходило ты почитала сколько неделю ты делаешь больше меньше меньше уже в понедельник я позвонила в киев и записалась на двухдневные курсы брокера такие ознакомительные трейдинге через неделю я уже была в киеве на выходных прошла эти курсы открыла первый свой счет и потихонечку начала торговать совмещая две работы и трейдинг погоди ну вот и к какую сумму ты принесла туда откуда ты приехал ты бюджет приехал в запорожье до рожать этот до упустили момент я на самом деле практически всю жизнь прожила в запорожье ну и ты соответственно работала по вот этой сети когда вот продавала одежда занималась там или это в киеве было нет это запорожье мой магазин в запорожье я занималась продажей бытовой химии косметика парфюмерия у меня был такой магазин к тому моменту когда ты уже запорожье его скажем уезжала в киев вот на этот семинар и чтобы открыть счет у тебя были какие-то сбережения или вот откуда сила первые деньги то что начать торговать были небольшие сбережения вот первый счет который первый счет в рублях если по текущие курсы перевести где-то семь семь с половиной тысяч рублей был ну понятно да ты открыл счет начала типа какие-то первые манипуляции на что ты опиралась когда делать первые сделки первые сделки это все-таки были какие-то интуитивные сделки еще сложно вспомнить но у меня не было никакой торговой системы вот что-то слушала смотрела изучала технический анализ свечи индикаторы как и все это начинает вот запорожье к сожалению не было возможности нигде пройти обучение онлайн на курса вот таких тоже никаких не было и поэтому я следила в интернете за всеми мероприятиями которые происходят в киеве то есть приезжал например герчик однодневный я его ученица кстати серьезно говорит вот мои ученицы мой ученик мои ученицы как бы как вот ты стала очень важный момент и кажется каждой жизни трейдера существует некий александр михалыч который вот пройдя его обучение соответственно после этого ты переосмыслила свою торговлю через сколько момент ты начал торговать и прослушал александра михалыча как это повлияло на твою жизнь александра михалыча попала примерно через полгода после того как я сама плавала на рынке плавала смысле сливала или так нет 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 действительно болталась вокруг нуля значит женская интуиция это что-то значит да то мешая женщина может продержаться какое-то время чисто на женской интуиции ну дело в том что у меня не было цели как у многих парней когда которые приходят на рынок сразу так все я пришел в рынок мне это сейчас быстренько наколбасить там себе на машину это на квартиру то есть у меня же был все-таки бизнес у меня была прибыли и моя задача была все-таки познать рынок и потихонечку начать с него зарабатывать а вот очень интересный момент а про мотивацию самом начале как как-то себе ставила какие-то цели начали выучить какой-то срок был или вот я хочу заработать там первую сумму я хочу не терять как вот постановка цели в самом начале первоначально постановка цели была такая уйти с основного бизнеса то есть научиться торговать так чтобы я могла закрыть свой бизнес и зарабатывать только с трейдинга то есть я не ставила там конкретного срока по времени или по суммам я просто должна была смотреть как происходит процесс для меня это было новое мне сложно было бы сказать что ага полгода и все я должна там уйти со своего бизнеса и зарабатывать только стрелинга то есть так таких целей у меня не было на самом деле как я потом уже узнала оказывается меня довольно таки быстро все начала получаться ты александр михалыча прошла обучение и марте двенадцатого года апрель месяц у меня был но не то что неудачный рынок просто было с этим украинским а май месяц двенадцатого года было падение по индексу по фьючерсу соответственно 33 процента и я в тот месяц да я в тот месяц закрыла на одном инструменте 93 то есть по процентам лучший мой месяц был 93 процента плюс а это получается ты сделала практически три с половиной тысячи гривен да у меня даже уже больше был счет уже был больше я потом докладывала у меня на тот момент был на май месяц почти десять тысяч то есть я еще плюс плюс 10 сделала тысяч гривен то есть если ориентироваться по запорожью то на тот момент зарплата моих сотрудниц было полторы тысячи гривен а я за месяц сделала 10 то есть я уже такая замысилась ага интересно я не писала своих результатов александр михалыч ну просто как бы не много учеников все достают своими проблемами что-то не получается что то получается все утрога думаю я там одна из тысяч учениц какой-то денег там видел что будет семинары и спросила можно так киев приехать год ну приезжай как твои дела ир как торгуешь да вот так вот торгую там такой-то месяц только это процентов такой-то столько-то огонь а вышли мне свои сделки но я высла пару сделок он говорит ну так отличный результат ты молодец умничка то есть торгуя в запорожье я даже не знала на какой процент ориентируется что такое хорошо в трейдинге что такое не очень хорошо по прибыльности как через какое время ты начала зарабатывать столько сколько вот ты достигла своей цели у тебя цель была чтобы трейдинг приносил денег столько сколько приносит поэтому основная работа ну да минимум чтобы он перекрывал бизнес через сколько а вот я же говорю момент до мая 12 года я закрываю там 93 процента 2 там следующий месяц 50 потом 21 процент эти по месяцам помню все то есть я уже начала перекрывать тот заработок которые получала в чистом от магазина вот там было гораздо больше так времени нужно было уделять работе потому что много товара у меня было 15 тысяч наименований товара и постоянной инвентаризации постоянный учет заказ товара очень много времени отбирал а прибыль уже было меньше чем я зарабатывала с рынком вот опять же кто с украины поймет то есть мне одна сделка на фьючерсе приносила там 1300 1500 гривен это чуть меньше 200 долларов там 180 долларов за одну сделку да а средняя зарплата в запорожье какая была а вот тут моих продавцов такая была 18 они работали по 7 часов день на протяжении больше больше толик у меня магазин 12 часов работу с 8 до 8 как совмещать вообще то что вот у тебя там люди персонала столько 15 тысяч за наименование товаров обязательно что-то кто-то везде косячит нужно на всех там кричать ругать вообще как бы злая вот что касается управления людьми ли ты такая справедливая как как тебя вообще люди характеризованы если человек плохо работает ты можешь ему это как взять по поводу там повышать тон и так далее это не моё то есть у меня девочки знали что если я кого-то наказываю штрафую значит это по делу то есть там без варианта но ясно то бишь все знают что справедливая хладнокровная расчетливая соответственно а вот как коллегия вернее даже не коллеги подчинен на это правильно говорить отнестись к тому что ты вот начало торговать я даже не могу вот незаметно не остаться они же видели что ты так делаешь как ну здрасте я скрывала я то есть компьютер это мое рабочее место никто не имел право за него заглядывать все же подходят сзади стороны никто не видит что у меня тут открыть терминалы и ты типа такая торгуешь торгуешь теперь просит накладной ирен как тебя по отчеству извини владимировна ирина владимировна вот привезли товар тут вот на здесь ты ждал такая давайте грузите грузить я тут это сейчас 5 минуточек нет не было такого как ты регламентировала свое рабочее свое рабочее время в моменте было сложно совмещать особенно когда ты отслеживаешь точку входа хорошую или там ждешь выхода новостей понимая что вот вот тебе нужно принимать решение к тебе пришел товаровед спрашивает вопросы да были такие моменты ну там или говорила там зайди через 10 минут или уже отвечала принципе можно было совмещать вот а в киеве переехала летом 13 года уже к тому моменту закрыла свой магазин опять же и на трейдинг дал такую возможность что я понимал что я стрелинга действительно смогу зарабатывать и мне не нужно столько времени по 12 часов уделять внимание магазину а ты можешь сказать что стабильный трейдер количество скажем отрицательных дней положительном какое соотношение смотри толь я сейчас стараюсь даже торговать не каждый день к у меня последние месяцы больше сделок свинговых то есть я держу сделку по несколько дней сейчас есть какие-то открытые сделки нет я в пятницу закрыла у меня был лонг пртс открыт я закрыла и закрыла на прошлой неделе нефть тоже сидела в ланге закрыла в плюс среду сейчас уходила на выходные без сделок потому что три дня выходных непонятно что может произойти на рынке очень часто у нас именно после праздников какие-то события происходят спокойствие закрывала все ушла отдыхать 8 марта а ну а расстройство не бывает расстройствовали вот у тебя череда отрицательных дней бывали проблемы так или иначе у всех проиграл хороший вопрос задал хороший вопрос задал а сейчас мне вспоминается история такая когда поменяла первого брокера потому что очень много стало возникать у него технических проблем постоянно чуть ли не каждый день какие-то сбои в терминале я поменяла брокера вот понимаешь открываешь новый счет это как вот какой-то новый этап до заново ты начинаешь отчет и идут первые две недели первый день плюс второй третий четвертый пятый думаешь ну отлично и понимаешь что какой-то день будет в это который ты закроешь минус но не можешь а как же чувство типа я непобедим теперь я захожу в акцию или там до фитерс он идет туда куда я захочу я такое часто чувство посещает хотя уже очень много я торгую когда вот бывают как раз такие положительные серии мне кажется они тоже вредят ну вот и ты понимаешь все равно что вот настанет тот момент когда ты потеряешь итоге у меня получилось так что 10 дней закрываю в плюс две недели подряд одиннадцатый день у меня в минус вот вот думаешь с одной стороны с облегчением но вот этот день настал вот закрыл в минус сейчас один следующий день будет надо там торговать плюс второй день минус среда третий день минус что я делаю то есть думаешь ага но это уже не порядок три дня закрываешь минус и я на 4 для себя решаю что я просто не торгую и целый день буду кататься на велосипеде осень да я понимаю что на 1 3 дня на на что-то не так ли я рынок не понимаю или но что-то происходит он со мной психологические что-то вот я четверг просто отдыхаю расслабляюсь катаюсь на велосипеде пятницу возвращаясь в рынок и нормально же торгую закрывает плюс таким же вещами занимаюсь важный момент это вовремя остановиться понять что у тебя что-то что-то не так сколько максимально как вообще ты риск свой оцениваешь сделки и так как ты подходишь к риску смотри на самом деле большими объемами довольно таки большими объемами я начала работать тогда когда стал торговать через на этот трейдер вот это в платформе есть ограничения то есть автоматически и встроенный риск и у меня есть определенный лимит я не буду говорить в деньгах я скажу процент это сметом полтора процента для интро д риск на день поэтому чтобы я не делала больше не не потеряю ведь на самом деле большой плюс потому что многие ребята сталкиваются с тем что они не могут себя ограничить это не там заработали в один день плюс 10 процентов в следующий день они сделали минус 10 процентов и так далее то есть таким образом сливает свои счета а когда у тебя есть фиксированный стоп-лосс это отлично разбиваю уже на несколько инструментов этот риск и торгую как ты понимаешь в этот день тебе стоит торговать или не стоит и слышь за новостями или смотришь на график вообще смотришь на фундаментальные я технаре ну смотри я первоначально технаре торгую по графику у меня основные скажем так критерия это график цены и объем новости смотрю но смотрю крайне редко я смотрю там выход каких-то очень важных новостей когда там будет заседание фомс или еще что-то там такое мега важно и в мире произойдет что может повлиять на российский рынок такой день я просто не торгую вернее скорее всего это вечер потому что часто такие собрания происходит именно по вечерам а так как я вечерку сейчас не торгует у меня в принципе ты и не торгуешь только со мной сюда да 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 вечерка только переношу контракты если я уже сидела с утра в сделке и мне сделки рисовали плюс демо оставить позицию а как ты фиксируешь прибыль ты соответственно с помощью тащишь стоп-лосс трейлинг стоп или что как это вообще все происходит смотри первоначально у меня есть цель то есть я захожу в сделку я же понимаю какую цель я хочу видеть то есть где я буду закрываться до бывают конечно такие моменты когда рынок диктует свои условия надо их учитывать соответственно то есть я смотрю на график и опять же объем для меня главным критерием будет выход какого-то объема и в определенном диапазоне я уже буду смотреть что там происходит и возможно зафиксирую сделку раньше ну как это так вкратце а у тебя есть не знаю на какой-то блок или где можно почитать там о твоих сделках а тебе где вообще можно посмотреть принципе на ютем и газем есть я ирен там если посмотреть в списке трейдеров я 20 или 22 по списку в принципе на первом листе нахожусь вот и выкладывают периодически свои сделки или периодически выкладываю свои видения рынка или там торговый диапазон для которого я там рекомендую работу торговать обязательно да посмотри на сайте эти магазина можно найти посты и рэнда называется а сколько вот смотрю тебя есть лимит на день мы уже сказали что ты используешь платформу где есть автоматические ограничения лимиту потерь и соответственно как ты лимит разбиваешь по входам по дням насколько как вообще я лимит разбиваю на три сделки то есть даю возможность пойти или в три разных инструмента одновременно или в один инструмент на сделать три попытки но чаще всего это по одной сделке три разных инструментов а пауза между отрицательными сделками или положительными делаешь может не быть для всех сделок можно входить хоть подряд если бы я торговала там 10 ну скажем так и разбивала свой риск на десять сделок да тут нужно делать паузу однозначно потому что на российском рынке не так много торгуемых инструментов до буквально там пять которые постоянно мне в списке поэтому если бы я делала уже там пять отрицательных сделок на и на я просто не понимаю рынок и надо там идти куда-то на час погулять на свежевод так три сделки достаточно то есть чем меньше сделок тем более тщательно ты подходишь к выбору инструменту и к точке входа то есть понимаю что у тебя мало попыток войти в рынок и не будешь выслеживать действительно тот паттерн или тот момент который ты понимаешь чтобы зайти и заработать а сколько цель у тебя в пунктах цель в пунктах и но если брать ртс не менее тысячи пунктов то есть я не буду заходить в рынок есть потенциал по сделке менее тысячи пунктов на тысячи пунктов арида какой ртс в районе 300 350 еще раз я говорю не менее сейчас ртс ходит в день три с половиной тысячи пунктов то есть я уже буду брать полторы тысячи две тысячи вот спрашивают еще давай резюме небольшое на что похожа ваша стратегия свечи торговли на пробой торговли по тренду нужно самом деле говорили я просто подытожить что свечи торговли по тренду объем да и ложные пробои ложные пробой не торгую вообще как определяешь ложные пробой не ложный смотрю на повышенные объемы в определенном диапазоне то есть этот диапазон и смотрю на часовом графике мне важны на те объемы которые проходят в экстримумах на час века вот и там же смотрю действительно ли это ложный пробой если возврат диапазон и действительно этот объем меня устраивает действительно ли там повыбивали стопы то есть я люблю входить в сделку именно после ложных пробоев когда уже повыбивали стопы я не люблю красивые ровные уровни которые встречаются там на американских акциях в российском рынке он он коварный и чем больше ложных пробоев тем наоборот лучше тем сильнее будет потом движение инструментом а используешь скользящий средний ну или в какого рода другие индикаторы нет никаких индикаторов объем график ну я так понял что ты стараешься исключить все вот эти факторы то бишь ты пропагандируешь то что цена учитывает все нужно анализировать чисто график и больше остальное уже смотри если даже так рассматривать стакан да и в котором стоят заявки и график который уже отображает реальные сделки то стакан это можно сказать вот как заяц который пытается запутать следы то есть момент ты видишь заявки но ты же не знаешь все ли они существуют в реалии а график с объемом уже отображает действительно реальные сделки и ты смотришь реально тот диапазон где были максимальные накопления объема хотя конечно крупный игрок мне он же не будет набирать по одной цене он будет размазывать то есть этом подслеживать как набирается тренд по российскому рынку то это диапазон ну там часто был диапазон трех тысяч пунктов сцену гоняет вверх вниз вверх вниз но на самом деле там что-то происходит происходит какой-то набор позиции я на самом деле думаю наверное на сегодня достаточно большое спасибо что ты была в гостях и поделилась нам очень правильными вещами рассказала о себе мне было очень приятно с тобой мне тоже взаимно с прошедшим тебя праздником 8 марта и надеемся что все наши слушатели и зрители кто хотел задать свои вопросы задали а кто не успел может задать эти вопросы ирине соответственно на страницах и ти магазина или в определенных вебинарах которые с какой-то периодичностью да с явно она их проводит с вами была анатолий раченко и ирина булыгина большое спасибо до свидания спасибо толь спасибо всем до свидания пока